Добрый день, зрители нашего ТВ-клуба «Континент». Сегодня мы, как обычно, по пятницам с Игорем Туфельдом обсуждаем наши американские новости. Добрый день, Игорь. Добрый день, Миша. Добрый день, наши слушатели, читатели, почитатели. Начну я, конечно, с продолжения поздравлений. То, что называется «Гмархатиматува». Это нужно произносить обычно после окончания праздника Йонг-Кипур, когда зазвучит, опять же, во второй раз в этом году шофар. Это такой инструмент, сделанный из рога. И, конечно же, желаю вам всем лёгкого поста, тем, кто соблюдает. Соблюдают, на самом деле, очень-очень многие люди, даже те, которые не соблюдают ничего остального. Но это, как бы, мои личные пожелания. И, конечно, наступление и продолжение хорошего Нового года. Заранее благодарим вас за ваши комментарии, за ваши лайки и за подписку на наш канал, для чего нужно нажать на колокольчик. И, кстати говоря, сегодня Миша вам подробнее расскажет о том, что мы вышли ещё на одну платформу, где можно будет тоже подписываться и продвигать наш канал таким образом. Так что, большое спасибо. Начинаем нашу программу с Мишей Гирштейном и со мной Игорем Туфельдом. Ну, наверное, самая интересная новость сегодняшнего дня о том, что судья по делу Хантера Байдена назначил судебное заседание на 3 октября. При этом он жёстко заявил о том, что Хантер Байден обязан присутствовать на заседании, несмотря на то, что прописан он, если можно так выразиться, в совершенно другом штате, достаточно далёком от него, в штате Калифорния, отсюда вернее. Но, тем не менее, явка обязательна. На самом деле, ну о чём это говорит? Это говорит только о том, что судья, по крайней мере, при желании видеть Хантера Байдена непосредственно в зале суда, таким образом хочет показать своё непредвзятое отношение к сыну президента. Это вовсе не... И не больше на ребелей позвал просто, потому что папе должно вот-вот в 8 лет исполниться или уже исполниться, чтобы заодно приехал моделовек. Я думаю, что он и так может себе позволить это сделать. В любом случае, ситуация выглядит, ну, по крайней мере, несколько интригующе, я сказал. Хотя, на самом деле, основная интрига заключается в том, что Мэрик Гарланд, который давал показания на заседании юридического комитета, неоднократно пытался подтвердить и доказать такую ситуацию о том, что прокурор, генеральный прокурор Делавера, был назначен президентом Трампом. И вот здесь как раз произошла небольшая, я бы сказал, а может быть даже и большая ошибочка. Потому что, как оказалось на самом деле, Дональд Трамп утвердил назначение Дэвида Вайса на пост президента, на пост генерального прокурора штата Делавера, но на самом деле его выдвинули два сенатора-демократа, причем довольно таких прогрессивистских, которые постоянно говорили о том, что надо менять вообще всю систему управления в Соединенных Штатах Америки. И таким образом, по сути дела, были инициаторами назначения Дэвида Вайса. Один из них довольно известный, одиозный, я бы даже сказал, сенатор Том Карпер из штата Делавера, а второй, еще более зарекомендовавший себя, Крис Кунс. Ну, в общем, в этой ситуации, конечно, как всегда, полу-ложь, полу-правда является основным фактором доказательства того, что Трамп был последней инстанцией. Это действительно так, но рекомендации двух сенаторов в тот момент, когда против Трампа постоянно говорили о всяких там делах, связанных с связями с Россией и так далее и тому подобное. Все привело к тому, что мы теперь слышим постоянно из левых каналов, что Вайс в назначении Трампа. При этом никто не говорит о том, что на самом деле, еще до того, как Вайс стал прокурором штата Делавера, он довольно успешно проработал в администрации президента Обамы, что тоже говорит о многих вещах. Во-первых, как известно, Трампу приносили списки большие, и кого там рекомендовать, он же всех проверить не мог, но, видимо, этот Вайс все-таки был более-менее, не был суперрадикальным, раз попал в эти списки, но совсем не означает, что он был уж сильно консервативным. Но он только не генеральным прокурором, а этим дистрактатурным, то есть прокурором окружным. Окружным прокурором, да, окружным прокурором. Но здесь есть еще одна небольшая деталь, которая как бы добавляет к тому, что ты сейчас сказал, Миша. — Совершенно верно. Во-первых, это не такая ведущая должность, где нужно оказывать какое-то особое усилие или влияние президентское на назначение, как это было сделано, допустим, при назначении судей в Верховный суд, как судья Кавано, судья... И, в общем, в этой ситуации Беловер, ко всему прочему, является крошечным штатом, одним из самых маленьких штатов. И поэтому, естественно, что за все время нахождения на президентском посту, за четыре года, Трамп утвердил даже, я бы сказал, что это не назначение, а утверждение. Потому что другое дело, что назначил там Верховных судей, это так было действительно. Это были его кандидатуры, это были люди, которых он продвигал. И так далее. А все остальные назначения судей, которые проходили за эти четыре года, их было больше, если не ошибаюсь, двухсот, то они были просто утверждением Трампа. Потому что заниматься рассматриванием каждой кандидатуры, на фоне того, что у него есть еще и другие, более важные обязанности, объясняют это. Но именно сам факт, что постоянно муссируется эта тема, что Вайс был назначенцем Трампа. Вообще, какое имеет отношение к этому? Кем он был назначен? Если Министерство юстиции в лице министра юстиции и генерального прокурора Геррика, Меррика Гарланда, вмешивалось в расследование. То есть эти вещи совершенно не связаны одним с другим. Человеку судью может назначить один президент, а министр юстиции имеет непосредственно отношение к курированию расследований и, в принципе, по закону не имеет права препятствовать этим расследованиям. Но, тем не менее, Мерри Гарланда постоянно-постоянно говорила о том, что Вайс назначенец Трампа. Плюс не надо забывать еще, что, в принципе, его не имели права назначить специальным прокурором, поскольку он был в системе Министерства юстиции, а его назначили. Поэтому, видимо, Мерри Гарланда его знает неплохо. Ну, я думаю, что еще лучше его знает сам Папа Байден, поскольку они земляки из штата Делавер. Так что это тоже достаточно важный фактор. Ну, земляки Байден, он из города Скрэнтон, Пенсервания. Ну, неважно, родился там. Ну, хорошо, теперь мы про Байдена поговорили, посмотрим, приедет он 3 октября или нет, потому что, как бы, это можно шум поднять. То есть, надо ожидать, что если 3 октября приедет Хантер Байден, а 4 октября опять очередную какую-нибудь гадость нам расскажут один из этих процессов Трампа или новый каком-нибудь придумают, вот, или еще чего-то. Это же, как известно, это все связано, они в тесной связке. Когда тогда, как только упоминали Клинтон, тут же находили каком-нибудь русский след у Трампа или еще чего-то, а теперь, когда упоминают Байдена, тут же придумывают каком-нибудь очередном обвинении. Вот, так что, но мы про Байдена уже поговорили, теперь мы можем поговорить, в общем, про Конгресс, про Маккарти, про кризис, как бы, про то, что не хотят республиканцы, как бы, предложили бюджет, теперь не хотят его утверждать. Вот, и разъехались, тут же как борьба-борьба-борьбой, а обед по расписанию, то есть у них положено отпуск, они уже ехали в отпуск, бюджета нету, до 1 октября, если его не утвердят, значит, будет шатдаун, но еще со времен Трампа, ну, в общем, даже со времен Обама, мы уже знаем, что эти шатдауны, им всем грушт цена, потому что это, он всего за, на эти шатдауны, как бы, это, там, по-моему, 12 или 13 процентов всего правительства, то есть тех, кто работает на федеральном уровне, страдает условно, а потом, когда этот шатдаун заканчивается, то есть они, там, неделю-две посидят дома, а потом им за пропущенное время еще заплатят деньги, поэтому там никаких принципиально сильно важных функций задето обычно не будет, сейчас, к тому же, не лето, поэтому, если вдруг какие-то пляжи где-то закроют, тоже ничего страшного, вот, и какие-то там партии, условно, может быть, но, в принципе, они не договорились, то есть, как обычно, два корола республиканской партии между собой чего-то там еще не поделили, демократы на это пока смотрят спокойно, а республиканцы опять начали говорить о том, что Маккарти в отставку. Ах, Маккарти пока что выплывает, так что посмотрим, чем там все кончится, пока они там уехали отдыхать. Ну, на самом деле, тут есть еще одна деталь, как мне кажется, достаточно интересная, потому что, как мы знаем, последний раз правительство закрывали во время дебатов, которые были у президента Трампа с Нэнси Пелозией, с Чаком Шумером по поводу финансирования стены на мексиканской границе. И вот тогда все обвиняли в том, что произошло, в том, что правительство не функционировало, по-моему, две недели, Дональда Трампа, то есть, республиканского президента. Сейчас же уже огульно начинают обвинять в этом Кевина Маккарти. То есть, понимаешь, какая разница, да? То есть, кем бы не был бы человек, который на самом деле является инициатором, он обязательно должен быть республиканцем. Понимаешь, то есть, тогда, когда Конгресс встал против требований Дональда Трампа, обвинили в этом Трампа. В его желании не уступить требованию спикера и лидера большинства в Сенате. Сейчас, наоборот, пытаются обвинить спикера Маккарти, а не президента Байдена. То есть, ну, тут проследуется тенденция в том, что республиканцы всегда и во всем виноваты. Так же, как мне это напоминает, как в свое время говорил покойный Александр Иванов, сатирик, что есть одна нация, которая всегда во всем виновата. Вот здесь тоже есть одна партия, которая всегда во всем виновата. Кстати, в этой партии, говоря уже про партию, про правил, можно на секундочку переключиться на опрос в штате Нью-Хэмпшир, который, можно сказать, скандальный, сенсационный. То есть, опрос в Нью-Хэмпшире по разблюдовке, можно сказать, кандидатов на праймерис республиканских. Ну, первое место занимает Трамп с 46% голосов, и это никак с июля не поменялось практически, там плюс-минус 1%. На второе место поднялась Ники Хэйли, там следующие 4 места примерно одинаковые, 13, 12, 11, 10%. Там Ники Хэйли, Гивек Ромасвами на третьем месте, там отстает от Ники Хэйли совсем на какие-то полпроцента. За ними неожиданно Крис Кристи поднялся процентов на 5, а на 20% грохнулся номер 5, это Рон Десантис. Он замыкает эту пятерку теперь, и далеко, за ним почти сразу уже идет Тим Скотт. Поэтому, ну, это о чем говорят? Это говорят о том, что лидер только один, а остальные это просто народ, кто не хочет голосовать за Трампа, из списка тыкает пальцами, куда попало. Ну, правда, в Майка Пенса у них не попадает ничего, потому что он там где-то на последнем месте с двумя процентами. Вот, поэтому, то есть Майка Пенса не любят ни те, ни другие. Вот, поэтому с Майком Пенсом уже все ясно, неизвестно, конечно, когда он скажет, что все, но посмотрим. Я думаю, сейчас вот будут вторые дебаты, которые Трамп опять пропускает. Он в это время будет, как обычно, в этом чего-то делать альтернативное, потому что, когда были первые дебаты, его интервью с Найкером Карлсоном посмотрел, по-моему, 250 миллионов человек, если не больше. Вот, а во время этих дебатов наверняка он там что-то тоже сделает, посмотрим, но от вторых дебатов он тоже отказался. Вот, кстати, говорят, что от первых дебатов он отказался совершенно, говоря уже по дебатам, сказали, что отказался совершенно не зря, потому что аудитория там была подготовлена специально, как антитрамповская исключительно аудитория, поэтому они рассчитывали, видимо, что он придет, и пытались как-то ему устроить такой сюрприз, но он поэтому не пришел. На вторые дебаты, я не знаю, придет он или нет, посмотрим, посмотрим, что в смысле вторые он уже вроде бы отказался, но, как известно, всегда все может поменяться, посмотрим. Да, это действительно может поменяться, но ты хотел начать разговор о партии республиканцев, или нет, давай на этом закончим, потому что мы вернемся, может быть, к президенту Трампу, судебным всяким проблемам, если можно так выразиться, то есть, вернее, скажем так, проблемам, которые хотят ему создать его оппоненты из демократической партии. Но на самом деле у самих оппонентов из демократической партии сейчас возникнут довольно серьезные проблемы. Против сенатора, достаточно влиятельного из, Миша, твоего штата Нью-Джерси, сенатора Менендеса, выдвинуты серьезные обвинения. Три пункта обвинений. Получение взяток в особо крупных размерах, вымогательства. Ну, собственно говоря, вымогательства. Трампу тоже такое предъявляли. Но на самом деле и третье обвинение использования служебного положения в личных целях. То есть, как в свое время говорил Юрий Никулин, кавказская пленница, волюнтаризм. И здесь, кстати говоря, предъявлено не только самому Менендесу, но также его жене. Причем самое интересное, что обвинения касаются конкретных лиц, египетских бизнесменов, и влияние, которое Менендес, как представитель американской легистрации, оказывал на лоббирование и продвижение интересов правительства Египта. Довольно интересно. Он, кстати, был большим противником вот этого договора иранского из-за этого. Но, кстати, на Менендесе там пробы давно негде ставить. Его уже судили в Нью-Джерче один раз за получение взяток. И его судили, и его партнера по... Ну, он получал. Тот, кто ему давал взятки, это был какой-то там врач-офтальмолог из Флориды, которого... Их там обвиняли в каком-то там сговоре по поводу того, что Менендес эти взятки получал, чтобы продвигать какие-то там поблажки в Medicare, Medicaid, в каких-то... в программах государственных медицинского страхования, под которые тот получал какие-то огромные деньги благодаря. Его, как известно... Я фамилию сейчас его уже не вспомнил. Его, как известно, осудили. Но Трамп его неожиданно в последний день своего президентства первого помиловал. Это было так неясно, почему это многих удивило. Но, возможно, как бы, что он считал, что, в общем, собственно, сей-то должен был не он, а Менендес. Вот. Поэтому помиловал. Может, какие-то другие были соображения, я не знаю. Но Менендес... Тогда Менендеса спасло, по-моему, только то, что был этот... Хэн Джоид, то, что называется, никто его так не... В итоге они не договорились ни о чем. Вот. А поэтому... Да. Но удивительно, что он же кубинец, почему там вдруг Египет, не очень понятно. Я бы мог понять, если бы пытались через него пробить эти договоры о том, что снятие эмбарго там с Кубы или еще чего-нибудь. Но почему-то Египет ему полюбился. Я тебе могу объяснить. Мне кажется, все достаточно ясно. Лежит на поверхности. Видимо, египтяне платили больше, чем кубинцы. Вот тебе и ответ на этот вопрос. Не, но он же, кстати, председатель же комитета по зарубежным связям в Сенате, поэтому, ну, поэтому... Ему, как говорится, и карты в руке. Да, да. И золотые слитки, которые у него нашли, да. Да, золотые слитки. И вообще судья, вернее прокуратура, потребовала заморозить его имущество, то есть конкретно его дом в Нью-Джерси, машина Мерседес, деньги в размере 566 тысяч долларов, и также имущество в качестве золотых слитков и прочих драгоценных... Какой-то бедный какой-то сенатор, бедный 566 тысяч долларов. Но у него на банке там что-то лежит побольше, я думаю. Самое удивительное в этой истории это то, что это же занималось насколько я понимаю Летицей Джеймс, которая генеральная прокурор Нью-Йорка, которая ненавидит Трампа всеми фибрами своей души, вдруг неожиданно ей... У нее, видимо, кошмары сейчас снятся. На самом деле непонятно, каким образом вообще Манхэттенская прокуратура завела против него дело, если обвинения ему предъявлены федеральные. То есть здесь явно что-то или просто... Подожди, Манхэттенский этот дистрикт, по-моему, вот то, что этот Манхэттенский дистрикт, он, по-моему, подчиняется федеральным. Может быть, поэтому... А, может быть, да. Да, вот поэтому это тогда значит не лечиться Джеймс, а вот кто там начальник этого дистрикта. Да. А тогда это... Да, правильно. Об отношении офтальмолога я могу только высказать свое мнение, что, возможно, Трамп амнистировал его, потому что тот согласился дать показания против Менендеса, на основании которых сейчас возбудили эти уголовные дела. Но это мое предположение. На самом деле, если мы уже говорим о демократической партии, то нельзя не вспомнить небезызвестного нам сенатора Ворнака из штата Джорджия, который был после двух лет своего нахождения в Сенате был переизбран, выиграв, в общем-то, с небольшим отрывом у республиканского кандидата, бывшего профессионального футболиста Хершела. Так вот, сегодня он выступал на канале ABC и заявил о том, что он продвигает законопроект о выборах. То есть, по его мнению, в Соединенных Штатах Америки ограничена возможность избирателей. Вообще, на самом деле, я хотел бы подробнее узнать его мнение, потому что, насколько я знаю, во всех цивилизованных странах, во всех демократических странах, никто не ограничивает людей возможности использовать свое право на голосование и избрание президентов, сенаторов, конгрессменов, членов КНЕСОТа, депутатов парламента и так далее, при одном условии, самым простом и, по-моему, совершенно необходимым, это просто предъявление своей удостоверения личности. Потому что, когда человек приходит и у него нет с собой документа, то, по сути дела, он не может ни получить деньги в банке, ни взять в пункте проката что-то на прокат, ни в магазине сдать какую-то вещь, если у него нету чека приобретения, не записаться в какой-то гимнастический клуб. То есть, по сути дела, это, естественно, водить машину, даже если он классный водитель, ас и так далее, но у него с собой нет водительского удостоверения, то полиция имеет право его задержать. То есть, на самом деле, это единственное и, по-моему, вполне объяснимое законное требование любого демократического государства. Что именно хочет сенатор Орнак в своем новом законопроекте, пока неизвестно, но он заявил о том, что он борется с угрозой демократии. Это уже лозунг, который мы слышали, приблизительно не напоминает лозунг большевиков в 17-м году. Власть рабочим, земля крестьянам, потому что в конечном итоге ни рабочие не получили власти, ни крестьяне не получили земли. Наоборот, у них все это отобрали. И вот сейчас, что, собственно говоря, в чем заключается его законопроект о выборах, это неизвестно. Единственное, что он сказал, он пояснил правду, он сказал, что во многих штатах, прежде всего имея в виду республиканские штаты, были проведены местные законы о выборах, которые ограничивают возможности избирателей голосовать. То есть, видимо, это нужно трактовать таким образом, что в этих штатах приняли законы о том, чтобы исключить голосование по почте, чтобы исключить голосование нелегалов, чтобы исключить голосование людей, приезжающих из других штатов, как это было зафиксировано на этих выборах, чтобы исключить голосование, опять же, все по возможностям, людей мертвых душ, так сказать, не гоголевских, а настоящих, нынешних, американских. И в конечном итоге, таким образом, по мнению сенатора Ворнака, эти штаты угрожают американской демократии, свободе граждан и правам человека. Вот такой вот парадокс, можно сказать. Ну, это, да, на фоне того, что какие-то, в каких-то городах пытаются пропихнуть и пропихивают разрешение нелегалам голосования, ну, негражданам, по крайней мере, голосовать, это все идет, как обычно, в одну и ту же, на одну и ту же лейку. Ну, кстати говоря, насчет демократии, тут же только что генеральная была генеральная ассамблея ООН, и у нас около нашего офиса, где я работаю, летал вертолет, ну, над Гудзоном летал, с плакатом «Израиль за демократию» или что-то такое, то есть, ну, против Нитаниягу, понятное дело, то есть, там был, так что, все эти, когда слова за демократию, значит, на самом деле, не за демократию, а против кого-то, вот, поэтому, в данном случае, это было против Биби, вот, в этом, это против этих штатов, которые хотят, требуют всего-навсего Water ID, вот, вот, причем Water ID, это обычный драйвер-лайсенс, который, в общем, если, или даже State ID, который можно получить, не сдавая никаких экзаменов, нравилось, вот, но это, оказывается, очень сложно, это нельзя, надо, надо, чтобы это все было бесконтрольно, и некоторые штаты требуют таких ужасных вещей, как проверка этих Water Roles, то есть, проверка того, кто же там зарегистрирован, живут они там или нет, если там обычно, сколько там, 20 лет не голосуют, то из этих Роллс обычно людей из, исключают, вот, есть такая организация Judicial Watch, там этот Тим, Том Хоттон, я забыл его фамилию сейчас, который как раз активно этим занимается, тем даже ему он умудрился, как там, полтора миллиона человек убрать из Water Roles в Лос-Анджелесе, между прочим, это, это большое, то есть, ну, не в Лос-Анджелесе, а то, что называется Лос-Анджелес Каунт, поэтому, по крайней мере, хоть что-то делается, но, понимаешь, этот ворумер, понятное дело, что это не показатель, но сейчас начнут же, они же, с них же станется, они там попытаются принять какой-нибудь такой закон, и какие-нибудь несколько там, три или четыре перебежчика среди республиканцев в Нижней Палате проголосуют, и привет, вот, они же еще пытаются, что, они же еще пытаются в 16 лет разрешить людям голосовать, вот, и, там, ну, много разных пытаются, у них много идей, поэтому, вот, так что, да, вот, как раз в отношении идей, тут, ничего нельзя сказать, что у них достаточно широко развит, и мышление в этом направлении, и кругозор, вот, собственно говоря, каждый раз поражаешься, чего только они не придумывают, для того, чтобы таким образом оправдать любые махинации, мошенничества, но, на самом деле, меня удивляет другой вопрос, на самом деле, может быть, это и не вопрос, а ответ на него, мне кажется, что, когда люди начинают заниматься такими вещами, и открыто пытаются переубедить людей в том, что, вот, они настоящие демократы, они не по названию своей партии, а потому, что они действуют, потому, что они делают, потому, что они таким образом пытаются бороться за права человека, и, а в итоге, оказывается, что все наоборот, понимаешь, и люди уже начинают это понимать, то же самое, когда, но это, да, когда постоянно на всех каналах начинают говорить о том, что никаких доказательств против Байдена нету, и постоянно несколько раз в день в сводке новостей идет эта информация, то у людей возникает естественный вопрос, собственно говоря, если нет доказательств, то зачем тогда об этом нужно бубнить 10 раз на дню, ну, нет доказательств, и нет доказательств, как Остап Бендер говорил, помнишь, когда он играл в шахматы, давал сеанс одновременной игры, и говорил, ну, как же, здесь у меня была ладья, сказал его оппонент одноглазый, он говорит, какая ладья, ну, вот здесь была ладья, нету, значит, не было, вот то же самое и здесь. У меня все ходы записаны, да. Да, все ходы записаны, а вот против Байдена в том-то все и дело, что все ходы-то записаны у республиканцев. Да. Ну, тут, кстати, говоря о Байдене, возвращаясь, надо напомнить, что 28 сентября должно быть первое слушание по импичменту, надеюсь, что их будут, по крайней мере, частично показывать, и посмотрим, что будет, то есть это уже ждать осталось недолго, это следующий четверг, посмотрим, что получится из этого. Ну, на самом деле, не слушание по импичменту, а слушание по запросу об импичменте, то есть на самом деле, как многие говорят, и я абсолютно с этим согласен, что запрос об импичменте еще не является процессом импичмента, просто это предоставляет комитетам в Конгрессе определенные полномочия, и на которые уже нельзя так легко отмазываться, как это было раньше, когда там Кристофер Рей, директор ФБР, что-то там начинал какими-то проволочками Джеймсу Коммеру, не предоставлял эти формы знаменитые, в которых была информация, и так далее. Сейчас более серьезные полномочия, и, соответственно, более серьезные санкции против этих организаций. И, кроме всего прочего, как считают многие, и с этим я тоже, пожалуй, соглашусь, что на самом деле проводить импичменты, допустим, против Меррика Гарланда или против Майоркоса и против того же Байдена на самом деле не приведут к желаемым результатам, даже если будут железобетонные доказательства. Ну, по крайней мере, может быть, в отношении Байдена что-то и можно будет сдвинуть, сомнительно очень. Но в конечном итоге, после того, как пройдет голосование в Сенате и все эти три фигуранта будут оправданы, у них появится законная отмазка от всего. Вот, республиканцы против меня хотели возбудить импичмент, возбудили импичмент, а меня Сенат оправдал. Ну, то же самое, о чем мы только что говорили, когда Мерри Гарланда постоянно говорит о том, что прокурор Вайс был назначен Трампом. Ну, а то же самое, что сейчас произошло в Техасе, но как бы тут с другой стороны. Это Кент Пакстон, который был генеральным прокурором Техаса, который был в итоге после импичмента оправдан сенатором, точнее, сенаторами, и, как известно, туда был... Ну, техасским сенатом, да. И, как известно, к его обвинениям тоже, по-моему, Мерри Гарланда приложил руку. Ну, вся эта шайка-лейка, потому что они очень не любят из-за того, что он в 20-м году собрал эту коалицию, которая подала запрос в Верховный суд с целью пересмотреть эти выборы. То же тогда, когда, как мы знаем, что Джон Робертс отказался под каким-то там полусомнительным предлогом, но отказался. Ну, нет, почему? Предлог был не то, что полусомнительным, а вообще сомнительным. Но официально, с точки зрения юриспруденции, он звучал так, что прокурор, генеральный прокурор штата Техас не имеет права подавать жалобы и иски против штата, к которым он не имеет никакого отношения. А он подал... Нет, ну, у них нашли... Да, и кроме всего прочего, это, собственно говоря, вышло боком председателю, спикеру Палаты представителей Техаса, кстати, тоже республиканцам, против которого сейчас тоже возбудили расследование именно по поводу тех претензий и исков, которые он предъявил Кену Пакстону. Так что это тоже довольно интересный момент. Такой же бумеранг, который в конечном итоге может настигнуть и того же Мэрика Гарланда, и того же Майоркеса. Да, ну, посмотрим, что там будет происходить, особенно если вдруг вылезут подробности, что это Майор Гарланд и Майоркес приложили к этому руку, к попытке снять Пакстон. Пакстон, как помимо того, что он пытался бороться за результат выборов 2020 года, за пересмотр, он еще, как известно, большой противник нелегальной эмиграции и активно боролся за какие-то там меры по предотвращению этого бурного потока. Поэтому и естественно, что Майоркес не мог с его политикой все в гости к нам, все, я даже не знаю, как их назвать, в гости к нам. И вот эта политика его, конечно, ему не нравилось, что Кен Пакстон пытается всех гостей не отправить обратно. Но что мы тут можем делать? Посмотрим, как это, по крайней мере, будет о чем поговорить, если вдруг импичмент объявит лидеру БРА. Как известно, лидеры большинства импичмент могут объявить быстрее, потому что наверняка не устраивает многих, поскольку, ну, как, например, в случае с Кевином Маккарти, есть часть людей, которых не устраивает, если вдруг что-нибудь нашли бы, тут же бы его с паспорта бы сместили. Вот так сейчас, может быть, пытаются подсидеть теперь лидера в Техасе. Да. Это не называется импичментом, это называется. Ну, неважно, попытаться выдавить его с его поста. Это же процесс можно начать один, а выдавить с поста потом. Да, но такие попытки уже были сделаны, и, кстати говоря, приводили к тому, что спикер в конечном итоге сам уходил в отставку. но мы уже подходим к концу нашей программы, поэтому стоит поговорить еще о нескольких вещах, которые, мне кажется, важными, да, и тебе, Миша, тоже, прежде всего, о новых обвинениях, предъявленных Руди Джулиани. Небезызвестная всем Кэссиди Хатчинсон, которая в свое время давала такие, довольно, я бы сказал, даже веселые показания на слушаниях комиссии по расследованию событий 6 января, которая говорила о том, что ей сказал кто-то о том, что он слышал от кого-то, которому кто-то сообщил о том, что во время 6 ноября, когда, 6 января, когда Трамп ехал в машине с агентами личной охраны президента, он пытался вырвать руль у одного из этих агентов, при этом все прекрасно понимают, что президент находится в бронированной машине за пуленепробиваемым стеклом, так что таким образом, видимо, она перед тем, как давала показания, посмотрела фильм Ghostbusters, где воюет с привидениями, и решила, что Трамп тоже обладает такими супер ненатуральными возможностями, как проникать через пуленепробиваемое стекло рукой и вырвать руль у шофера. Так вот, сейчас она дает другие показания, я уже написала книжку, которая называется «Enough достаточно», о том, что 6 января, когда она находилась в одной из правительственных палаток вместе с Рудин Жулиани, который тоже находился в этой же палатке, вместе со своим довольно обширным стафом, то есть с людьми, со своими коллегами и со своей подругой, он успел каким-то совершенно немыслимым образом ухватить ее за тоже непонятно за что, то ли за ногу, то ли за попу, то ли за грудь, она как-то не акцентировала внимание на этом, но сразу же появились обвинения, что вот Руди Жулиани вообще такой, мало того, что он там боролся за президента Трампа, мало того, что он оспаривал результаты выборов в Джорджии, так он еще ай-яй-яй Кассиди нашу Хатчинсон схватил за что-то, и причем люди, которые присутствовали в этой палатке, включая адвоката Истмана, заявили, что никаких вообще даже близких, близкого общения с этой Кассиди Хатчинсона Джулиани не было, ну и, впрочем, ни одного свидетеля вообще этому не было. Ну, книжка же написана, ее же надо продавать, она же не продается, наверняка, вот, поэтому, если, сам себя не похвалишь, как говорил Александр Сергеевич, там себя не похлопаешь в этой ситуации. да, да. Ну, кстати, теперь еще надо добавить, раз ты уже сказал о Джулиане, надо вспомнить это в Линвуде, о котором сказали, что важный свидетель нашелся в Джорджии, этот адвокат Линвуд, который будет выступать против вот, это адвокат, который, как известно, вместе с Сидней Пауэлл Баруэлл пытался доказать нарушения в этих выборах и даже, как бы, педалировал какие-то эти теории насчет доминиен этой системы этой доминиен, которая подсчитывала голоса, но, по-моему, это оказалось некоторым сюрпризом для самого Линвуда, который сказал, что он ничего против Трампа никаких показаний давать не собирается. Ну, посмотрим. Есть все, по крайней мере, это означает только одно. Это что означает? Это означает, что эта Фанни вылаз, она затягивает, уже преднамеренно начинает затягивать это дело. Появился новый свидетель, значит, нужен новый участник, значит, процесс откладывается, переносится и так далее. Это обычно говорит только о слабости в общем введениях. Следственных документов. Ну, и кроме всего прочего, создает, тем не менее, определенную информационную волну, которая по надежде демократической партии должна перейти в информативный цунами. Но, как известно, цунами, так же, как бумеранг, может накрыть и тех, кто его инициировал. Так что, в этой ситуации все достаточно выглядит зыбко, я бы сказал, для демократической партии на предстоящих выборах следующего года. И, конечно же, есть еще последняя наша вишенка на торте, это тоже небезызвестный всем представитель, один, наверное, из ярчайших представителей демократической партии, сенатор Феттерман из штата Пенсильвания, который, как известно, тоже с небольшим отрывом победил доктора Оза. Так вот, этот сенатор Феттерман, с позволения сказать, сенатор, который отличается, в общем-то, но это не предмет для иронии, достаточно плохим здоровьем, у него было два инсульта, после того, как его избрали в Сенат, он проходил лечение в психиатрической больнице, причем находился там, по-моему, в течение шести недель. Так вот, сейчас Сенат принял новое постановление, оказывается, раньше в Сенате, что вполне закономерно, для любого парламента мира, существовал какой-то специальный дресс-код, то есть, форма одежды, так же, как некоторые рестораны не пускают людей, которые приходят, допустим, в сандалик, некоторые рестораны не пускают людей без галстуков, так вот, в Сенате тоже было такое правило одежды, но вот сенатор Фетерман, благодаря сенатору Фетерман, это было изменено, потому что он решил почему-то, что в Сенат можно приходить в майки и в шортах, то есть, это вообще просто выглядит достаточно смешно, когда все приходят так, ну, прилично, я не сказал с иголочки, хотя многие с иголочки одеты, а Фетерман совершенно, причем, почему-то, вот, Миш, ты можешь мне сказать, почему Фетерман отрастил усы, его же не было? Он теперь похож, да, зачем Волочка сбрил усы, да, объясни товарищу только быстро, зачем Волочка сбрил усы, он теперь все издеваются над ним, во-первых, говорят, что это не он, сравнивают фотографии типа до и после, говорят, что это, как это, помнишь, это, что Као Маркс и Фребрих Энгельс не муж и жена четыре разных человека, что Фетерман без усов и с усами это два разных человека, вот, а во-первых, говорят, что это, в общем, с усами это не он, а во-вторых, он сейчас неотличим от Войта из, Волтера Войта из Беркинбэда главного надкодилера, можно сказать, производителя этого МЭФ, вот, который был там, учителем химии, вот, он, ну, ну, фотографии один в один, да, Хайзенберг, которого было прозвище, как, ну, все помнят, конечно, да. Да, и последняя, уже, это уже не такая положительная вишенка, но, тем не менее, о ней нельзя не сказать, сейчас, как мы знаем, премьер-министр Израиля Бениамин Атаньягу находится в Нью-Йорке, и в ближайшие дни уже встречался с Байденом, и встречался с Эрдоганом, и встречался с Зеленским, и в ближайшие дни должен еще встретиться с Байденом, уже при более продолжительной встречи, так вот, во время его нахождения в здании объединенных наций, раввины, принадлежащие к реформистскому течению, устроили демонстрацию протеста против Атаньягу, к ним присоединились, естественно, и другие люди, которые при этом размахивали израильскими флагами, называя Биби фашистом, антидемократом, тоталитарным лидером и так далее, видимо, они не очень хорошо себе представляют, что такое тоталитарный лидер, потому что ни один из них, хотя, я думаю, что и бывшие выходцы из Советского Союза тоже там присутствовали, есть такие люди, которые пытаются обвинить в тоталитаризме людей, испытав на себе, ну, не знаю, может, это прошло мимо них, сомнительно, но так или иначе, я считаю, что это вообще позорное явление, тем более, когда это организует раввины и тем более устраивает около Организации Объединенных Наций, в то время, когда там выступает представитель, президент Ирана, у которого вообще не то, что там по уши в крови, выше макушки он в крови, который постоянно говорит об уничтожении государства Израиль и вообще продолжает убивать, испансировать террористов по всему миру, и его абсолютно проходит бесследование, никаких демонстраций нету, ничего не происходит, кроме одного единственного представителя Израиля в Организации Объединенных Наций, который просто мирно поднял плакат с портретом женщины, которая была казнена в Иране за то, что неправильно носила хиджаб, и за это был подвергнут аресту полиции Организации Объединенных Наций. Так что в этой ситуации перед наступлением Йом-Кипура, который должен состояться в воскресенье вечером, я хочу, чтобы люди, которые видели эти демонстрации, которые видели этих, с позволения сказать, равинов и других нарушителей спокойства, спокойствия задумались об этих поступках и, по крайней мере, не говорили о том, что это угроза демонстрации, так же, как говорят протестующие против республиканской партии Трампа. Задумайтесь о том, кто является настоящей угрозой демократии и в чем она заключается. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю программу. С вами были Миша Гирштейн и я, Игорь Туфельд. Еще раз благодарим вас за лайки, комментарии, за поддержку нашего канала и за подписку. Нажимайте на колокольчик. Хороших вам выходных, легкого поста и с наступающими дальнейшими осенними праздниками. До новых встреч. Увидимся через неделю. Игорь Туфельд. Игорь Туфельд.